Доброго утра всем! Сегодня мы с вами поговорим о мяте. Мят несколько видов. Вот это вот у меня мелиса. Она обладает лимонным ароматом. Вот это мята перечная. Очень приятный аромат. Пряный. Еще есть мята полевая, которая любит расти в сырых местах, на лугах, около водоемов. Самая сильная из них, это именно мята полевая. И у нее есть свои противопоказания. Если ее долго принимать, то она может привести к бесплодию. А мелиса и перечная мята не обладают такими свойствами. Но все мяты, они уменьшают количество молока у кормящих мам. И это нужно обязательно учитывать. Любая мята обладает успокаивающим действием. Она улучшает сон. Используется при начальных стадиях гипертонии. Она очень полезна для желудочно-кишечного тракта. Снимает спазмы. Избавляет от метеоризма. Справляется с небольшими расстройствами печени. Используется также мята при лимфодеите в виде примочек. И чем еще интересна и полезна мята, то, что она помогает людям избавиться от тошноты и останавливает, препятствует росту онкологических клеток. Мяту используют, заваривая 1 столовую ложку сухой травы на стакан воды. Если вы принимаете ее в лечебных целях, то этот стакан выпивается за 3-4 раза перед едой. Если вы хотите использовать как средство, которое улучшит вас сон, расслабит вечером, то можно выпить полстакана мяты перед сном. Желаю вам всем запасаться мятой, чувствовать себя спокойно, гармонично и радостно.